Давайте на чистоту. Ваш успех в МЛМ базируется на достаточном числе моментов вокруг нашего бизнеса. Сейчас я перечислю лишь некоторые из них. Первое. То, какое число людей вы подключаете в свою первую линию. Важно иметь широкую первую линию. Все разговоры про двух, трех или пятерых людей – это полная ерунда. МЛМ – это марафон, и никому еще не удалось построить бизнес и передать его по наследству, пригласив всего лишь пятерых людей в бизнес. Второе. То, как вы запускаете своих новых дистрибьюторов в бизнес. Если система запуска сложна, малоэффективна, нерезультативна, то в вашем бизнесе будет наблюдаться большой отток, а это беда. Пусть не такая, как маленький приток партнеров в бизнес, но все же заставит вас топтаться на месте. Третье. То, как вы развиваете своих партнеров. Команда карликов не в состоянии построить большой бизнес. Сегодня в вашу команду пришла медсестра, бухгалтер, студент, врач, педагог, ну или там мелкий предприниматель. С этой командой вы не сможете построить огромный прибыльный бизнес. Но вы можете помочь этим людям и себе стать совершенно другими людьми. И уже с гигантами, а не с карликами, построить прибыльное дело. Следующее. Набор, запуск, развитие людей. И все это нужно осуществлять на протяжении достаточного числа времени. Постоянно и долго, каждый месяц, на протяжении двух, трех, а лучше пяти, семи лет. То есть вам потребуется время. То есть за день Москва не строилась. Следующее. Ваше внутреннее состояние. Оно может притягивать, а может и отталкивать людей. Кто-то говорит о карме, кто-то говорит о внутренней гармонии. Неважно, во что вы верите. Состояние должно быть неким коктейлем. Вера в успех, в компанию, целеустремленность, позитив, любовь к окружающим людям. Несмотря на многие трудности, любовь к окружающим людям. Состояние это тонкая вещь. На самом деле, я считаю его первопричиной успеха или неудач в любом деле. Но сейчас мы об этом не будем слишком долго говорить. Нужно определенное состояние. И баста. Следующее. Нам нужна система действий, запуска, обучения, развития партнеров на разных уровнях. Одним словом, система, которая будет работать тогда, когда вы не можете влиять на процесс. Спите вы, уехали, отошли от дел или ваша группа переросла отметку в 10 тысяч человек. И вы совершенно не контролируете ситуацию. В общем, система. Быть должна. Система нужна. Следующее. Нужна правильная компания. Не та, что развалится в первые же 10 лет, в следующие 10 лет. А та, которая будет развиваться и дальше. Которая не встанет в своем развитии через 15 лет. И не та, оборот которой никогда не превысит миллион долларов. И даже не та, которая имеет продукт, который потребляют лишь дистрибьюторы этой компании. Он на самом деле никому не нужен. И уж точно не та, которая завлекает миллионными вознаграждениями, бинарами или мусорными выплатами. И через некоторое время исчезнет с ваших радаров, радаров всех жителей страны. Компания нужна правильная. Чтобы и бизнес можно было по наследству передать, и деньги хорошие зарабатывать. И продукты нужные людям по нормальной цене предлагать. Я могу дать и восьмое, и девятое, и десятое и так далее. Но это уже, на мой взгляд, детали. Основные моменты я постарался перечислить. Так вот, зачем же все это я вам сейчас проговорю? Все просто. В следующих выпусках я постараюсь сосредоточиться на ключевых точках в каждом из этих примерно семи-десяти наиважнейших, на мой взгляд, пунктов в МЛМ. Сегодня я хочу затронуть тему привлечения людей. У вас всегда будут в МЛМ проблемы, если вы не сможете создавать, если вы не будете создавать новые первые линии. И в то же время вы сможете решить любые проблемы в МЛМ, если научитесь привлекать новые первые линии. Первые линии – это ключ к решению всех проблем в вашем бизнесе. Мне известны люди, которые не расширяют свою первую линию. Я не беру тех, кто уже построил свой бизнес и создавал у него 5-7 лет. И у него есть 5-7 гигантских групп, проверенных временем, больших групп в МЛМ. И, естественно, я буду говорить о тех, у кого одна группа, две группы, ну или вполне возможно групп нет вообще. Есть так просто люди. И все же, если нет притока в первую линию, то вот как раз у тех людей, у которых нет стабильно созданных групп, то есть у них около нулевой приток в бизнес. Один человек раз в три месяца, один человек год. Так вот, на самом деле, знаете, ваш бизнес в этот момент не стоит. Если вы привлекаете ноль человек, ваш бизнес падает. Естественный процесс оттока людей из вашего бизнеса рано или поздно создаст большие проблемы. Если вы приглашаете по одному новому дистрибьютору в месяц, то это уже кое-что. Можно сказать, что вы стоите на месте. Это уже не так уж и плохо. Но говорить о развитии вам не приходится. Только не говорите мне, что вы качественно отрабатываете с этой первой линии. Статистика возьмет свое. И за год из 12 человек, которых вы пригласите, всего лишь 2-3 будут ключевыми людьми. Это, конечно же, неплохо, но слишком медленно. Чтобы преуспеть в нашем бизнесе, вам нужно приглашать 3 новые первые линии каждый месяц. Тогда у вас будет выбор. Тогда у вас будет рост. Вот к чему стоит стремиться. 3 первые линии. Это 30 встреч, а значит 60 звонков. Это значит, что эту работу нужно проделывать каждый день. В среднем, конечно. Нужно делать 2 звонка, 1 встречу. Я, например, обычно делаю 15 звонков в неделю. Ну, за 1 раз, иногда за 2 раза. Выбираю 1 день и назначаю из этих 15 звонков 7-8 встреч на неделю. В среднем до этой встречи доходят 5-6 человек. Итак, 2 звонка в день и 1 встреча в среднем в день. Этого достаточно для того, чтобы привлекать 3 первые линии в месяц. Потому что у вас будет 30 встреч. И даже если каждый десятый вам говорит «да», а все остальные уходят, достаточно для того, чтобы иметь первые линии. Не знаете, где брать кандидатов? Не знаете, где взять 2 телефона в день? Да вы просто не хотите знать. А если это не так, то загляните в описание под этим видео и посмотрите вебинар на эту тему. Там я рассказываю о том, как вы можете это сделать. Но, скорее всего, просто нет понимания, просто нет мотивации, просто нет первых линий. А значит, будут проблемы. Я хочу помочь вам решить эти проблемы. Не сдавайтесь, только вперед. 2 новых контакта каждый день, 2 звонка, 1 встреча. И через каких-то 5 лет вы измените свою жизнь в корне. Себя и состояние своего кошелька. Успехов вам!